всем лосины привет да на даче хожу в таком исполнении и так по названию ролика вы уже поняли что купила все-таки наконец-то себе велосипед два года мечтал ребят два года до этого меня был велосипед на очень маленьких колесах на маленькой раме мне было настолько неудобно все теперь по росту все как надо это жить и avalanche комп спасибо одному из зрителей которые однажды на стриме мне предложил ирюх рассмотрел такой вариант я его рассмотрел во первых мне очень понравился цвет цвет aqua я прям вообще что-то в восторге это реально очень круто смотрится я хотел себе какой-то именно знаешь такой яркий название линейки avalanche как видите рама ирка получается на двадцать девятых колесах и я проезжал в магазин специально примерял на другом продавил успели l xl потому что вообще непонятно какой мне брать под мой рост у меня рост 185 короче на одном сайте везде пишут что это должно быть ирка то есть это верхняя граница эльки и нижняя граница эксельки померился понял что excel я даже не буду рассматривать я слишком маленькие для этого и вот ну когда я на него сажусь мне кажется пока таким большим я на таких больших велосипедах никогда не катался и вот вы представляете вот так вот почему-то не по ростовке покупал здесь все как нужно значит расскажу давайте как я его вообще забирал как его запихивал в машину и как я довез на пока что так переводится но это нифига неудобно не ну все влезло нас будет авто багажник короче замутить он пока что вот так вот так здесь . осторожней были эксцентрик никуда положить ладно хрест все нормально на вилку не давит ничего все супер задачи доедет так ну даже здесь даже темка еще усядется мне там местечко есть правда да не нормально нормально надо дальше довести сейчас надо будет на лето автобагажник взять по-любому наверх чтобы нормально верить возить они вот этим конечно заниматься а то один раз проедешь у меня кстати есть специально мойка для велосипедов от керхер денег ну все вот короче триал спорт где-то а да вот он прям еще все вот на резанке конечно нижегородской улице все купил все обслужили будет у меня нулевое то обязательно запишусь ну чё не воспользоваться такой штукой как бесплатное нулевое то сейчас до апреля постоит в апреле покатаюсь недельки две наверно вот потом сюда доеду уже на точку нормально будет сейчас до апреля воспользовать не буду это я свой старенький возил в лес нет на новом зимой кататься не буду пока что только в доме катать конечно голую ногу неудобно потому что педальки с шипами погода конечно шикарнейший ребят снега нападала офигеть решил брать сейчас потому что цены растут доллар непонятно вверх вниз сейчас вот пример такой без скидок стоит 67 но я в треал спорте взял упала обычные скидки там 20 процентов за 51 800 рассматривал вообще треки компанию трек и марлин примерно 4 5 6 но метился на шестой он стоил 61 их какой-то определенный момент даже сухой прескал 51 800 короче его взял вот 51 оттащилась и вся 2000 рублей скажем так короче марлин 6 22 модельного года подорожал за последнюю неделю на десятку вот я потому что ладно мне то что вот этот по цвету понравился по комплектации и решил сразу брать конечно же скататься на нем не буду сейчас до апреля он постоит надо будет поездить потом на нулевое то съездить пошона бесплатно дается во всех магазах выбирал от trial sport ездил тоже джетишки они больше в основном нигде не продаются что такое жить и гран туризма нет это помоги генри или гарри по моему гарри гарри томас вот это аббревиатура от имени основателя чувак из калифорнии на калифорнийский бренд короче гандрит герри или горит генри томас помари гарри томас ладно аваланч переводится как лавина я сначала потому что это аваланче такой значит и авранче итальяна нет кашет лавина ганриту генри томас гарри томас джетти что здесь у нас такой вилка сантур и многие скажут что сантур хуже чем рок-шок ну да наверное ну в такую цену ребят даже на марлине шестом в треке тоже стоит сантур поэтому тут чего выбирать зато можно будет сюда 30 чеку потом еще отложить и если если мне это потребуется хотя не да не но не много шумит потребуется можно взять потом вилочку другую а это продать вообще без проблем на дисках я не ездил от слова совсем я решил чтобы сразу уже берешь вот именно гидравлику здесь у нас гидравлическая система потому что есть на механике то есть когда у нас там трой тросик натягивается здесь у нас уже гидравлика но понятно сейчас все все уже у нас велосипеды с тормозными дисками для меня это еще знаешь как прошлый век наверно и решил брать на одной звезде долго смотрел читал понимал нужно мне это не нужно потому что я всегда ездил на 3 то есть на одной звезде конечно ездил в самом детстве когда было 11 вообще просто вот все последние велосипеда конечно меня были именно на 3 спереди звездах и я ну по факту там пользовался на 1 передать что не знаю 7 8 я выставлял сзади но если по скоростям так ориентироваться на 2 где-то там 456 на 3 ну одна скорость какая-то здесь пресса закрывает все те самые потребности тоже сзади кассет здоровенная единственное с чем будет испытывать проблемы мои ноги или я это если какой-то прям совсем крутой подъем то да там с тремя примеру зубами короче с тремя звездами впереди будет лучше и на совсем такой значит на дальняк если максимальная скорость здесь будет меньше во всем стану все то же самое поэтому решил уже сразу брать на одной звезде а многие начинают наоборот потом заморачиваться там две-три звезды скидывайте одну устанавливать вот так вот хочу сзади у нас эксцентрик и крепление тормоза снизу когда-то делали почему-то там там сверху ну начать делать снизу мне все нравится что здесь вот зад именно у этого вала не получается что такое наклейка какая-то вот зад здесь получается черный и провод который выходит вот здесь вот снизу ее не видно но на хомутиках на пластмассово вот ее не видно что она вся черная здесь тоже у нас все скрыто ну и я вы просто на таких красивых велок еще никогда не ездил вот потому что все уже современно да я решил к этому приобщиться по полной скрытая проводка в раме крепление ну понятно что здесь флягу будут держать надо будет купить багажник можно повесить вот этими решениях и безумно нравится в двадцатом году avalanche получается у них они были приварены эти то есть у нас сидушка подсидельный штырь он короче вот здесь вот к этому к заднему треугольнику не приварен вот здесь такой интересно загибается а до этого год назад все было приварено ну не думаю что это прям что-то не будет давать но чисто так вот значит эстетически мне нравится как выглядит брызговики пока еще не покупал думаю вот сюда вот купить какой-нибудь такой знаешь маленький прям чтоб он вот прям совсем такое знаешь как с мою руку такой малюсенький не хочу никаких здоровенные крылья делать хотя видел очень классные они цепляются на вилку помогут в этом месте что ли конечно вилку цепляются и вот здесь это не как-то закрывают но надо будет примерить то что мне еще эстетика важно конечно но все грипсы и ручки тормоза монетки shimano dior взять тоже shimano dior вот а насчет этих педалей ребяточки сейчас короче в наличии все на склады уровне потому что зима как видите они пластмассы и понятное дело на них пока покатаюсь но хочу себе взять алюминиевые вот и мушки может даже под цвет если день попаду ну по факту короче пока это радость радость стоит у меня в подсобочке еще за в обратном и ты теперь встает вопрос тоже пользоваться конечно собираюсь не на даче тоже нет даже не знаю куда здесь такую красоту девать вот пользоваться буду в москве плюс подмосковья акции забыл сказать модная тема который меня как обычному райдеру по барабану конусный стакан а ну и вилку нас блокируется короче полностью вот что вам зовут просто рассказать как это все дело возить да я тут задумался насчет этого вопроса как это все дело возить и принял решение нужно покупать вел багажник точнее сначала авто багажника потом велокрепление для этого авто багажника начал смотреть какие красивые есть искать штуре читан wing edge называется подайте возьму и представляете одни только перекладины знаете сколько стоит 28 косарей 28000 рублей стоит перекладины двигат охренеть но это типа красивый прикладина ужас просто реально ужас погода шикардов мои вот эти рейдинге значит поставить и две перекладины которые будут от туля такие знаешь они типа под ветер там сделано они красиво цепляются они низкие 28 косарей только просто 2 и эти и замки я просто охренел в итоге сегодня заказал не их конечно потому что я чудо я реально подумал что это слишком круто это прям чересчур круто нет мне такой не нужно потому что если брать вот обычно они есть турецкие примером они более конечно доступны они вот с выносами сделаны а я не хочу чтобы были выносы мне хотелось чтобы это знаешь эстетически еще было круто чтобы они прямо от отсюда и вот туда шли чтобы сюда ничего не выносилось как же заказал аналог этот тур турту или туртли накачал эту черепаху и вел багажник турецкий за десятку вот в итоге получился 17000 рублей будет для того чтобы перевозить вел на нем кататься и сидела красочек стоит блин цвет вообще прям по кайфу мне вот эти оранжевые акценты прям щекай вот короче на машину будет автобагажник поэтому посмотрим как оно все будет здесь я конечно загружаться не смогу потому что как видите здесь очень низко вот эти фермы находится нужно будет выгоняться и на улице все ставите если сюда пример с ним приезжать вот такие короче дела вот но это пошло на следующей неделе приедет автобагажник посмотрим готовимся короче к лету к велосезону все блин наконец-то и как я рад еще проще кайф сейчас пойду его относить обратно в подсобочку пусть стоит в тепле долго насчет подсобки пошутил у меня просто до этого два дня стоял в подсобке реально привез наверх поднял в теплое помещение не пусть здесь пока стоит в то время когда у нас вовсю электротранспорт в моде и многие покупают себя велики с электро но нет для меня это больше даже будет занятие спортом чем просто покатушки для покатушки есть этот какой электроскутер пусть пока здесь стоит и красавица ты какой увидимся хочу кстати хотел показать чтобы здесь навалило у нас снега смотрите вот здесь вот снега задержатель видите вот он есть а вот здесь его нету и у здесь вот все скатилась нафиг и вот сюда вот упала хорошо здесь кажется никто не проходил мы конечно не убил бы но наверное хотя нет блин где в это нормально такая лавина сошла сейчас на солнышке все так это размораживается он падает здесь он как у гребень опасный на самом деле опасный посмотрите что происходит эверест какой-то он так все падает даже не уберешь отсюда некуда снег полно насколько снежная зима очень только чистишь тыс чистишь чистишь и все двигаешь здесь везде с ним задержать или есть нормально а сейчас я ребяту запустил значит стримчика решил пораньше начать что все не до ночи сидеть время пол 6 7 где-то до 9 так до пол десятого по стрим тоже я еще потом собираюсь поиграть в этот дай онлайт вот показываю ребяточкам свой велосипед парад на картинке то что его поставил уже сами видели этот гараж пока на расстойку на расстойку пересел на микрофон от эльга то потому что я когда привез сюда вот к этому компу он работает вообще идеально вот реально кайфовый микрофон и кстати даже многие мне сказали что звук с этого микрофона намного лучше чем через этот шур то есть который шур sm7b в москве стоит через этот лучше науки нет для стрима это конечно удобная тема тоже вообще без заморочек здесь микро наушники все все у тебя просто одним проводом все подключено кайфово вот сегодня разыграю вот этот телефончик окитель vp17 такое-то андроидовские защищенный телефончик даже еще с этой с пленочкой а а сзади у меня тут смотри чё телек приволок свою берлогу а еще кстати сейчас дождите вы тоже там подожди сейчас я тут вложу о чё надо будет поставить во какую свою розетку закупил розетка с usb стоит косарь по моим косарь 200 что что такое офигеть да вроде ничего необычного но почему-то розетка в который добавляется хотя бы там 12 usb стоит офигеть как дорого сижу все еще общаюсь значит уже поставил сюда фотографию велосипеда потому что все постоянно спрашивают ирюх что-то за верик а ты стрип просто назвал купил вилл вот и вилл постоянно с телефона показываю все цена поставившим все уже видели по цвету да притащил себе немножко мартини чтобы было повеселее сидеть вот пожалуйста product placement и вот вот тут макс решил походу вообще все захватить включил вентиляцию чтобы было не так жарко вот так вот работает вот здесь вот засасывается зимой холодный воздух летом конечно работает все наоборот работает ой простите вы это не должны были видеть работать кондишкой туда выдувает наоборот ну ладно будем ждать когда зима закончится спасибо большое что досмотрели пока